приветствую народ давно не было видосов на канале да и времени не было работы до хрена было сейчас пора заниматься тракторами это мой трактор сейчас у него есть новый владелец когда я собирал этот двигатель коробка у меня стоит окушечная я дифференциал не заваривал потому что варил крепление все под него глушитель я вот так обошел он по заводскому сюда идет но я отводами вниз и туда ушел пока видно это все дело естественно раздатка вот такой фланец был изготовлен это ступица оки или чья я уже не помню короче на токарном проточил чтобы был бортик чтобы он вот сюда вот так вставлялся и центровался а да окушные вот они выемки 1 2 3 родные а эти я уже просверлил под это подкрепление фланца у него здесь шлицы на гранате просто отрезал резьбовую часть чтобы этот фланчик у нас спокойненько ходил во первых у него и можно снимать не откручивая фланец но здесь не получится здесь так сделано что в любом случае фланец надо откручивать и потом его убираем меняем гранату отрезаем резьбовую часть и обратно все собираем здесь внутренний шрус так он как и есть так и остался укороченная полуось теперь по коробке разбираем коробка грязная разбираем кишки вытаскиваем все это дело отмываем завариваем дифференциал и собираем назад погнали коробка кушина разобрана кстати ничего сложного нету откручиваем все болты по периметру здесь на крышке выпираю два подшипника с гаечками вот с этим их не надо ничего снимать единственное вот здесь пазики стопорные колечки они не дают подшипником опуститься просто снимаем стопорные кольца и эта крышка снимается ничего долбить не надо все аккуратненько потом вытаскиваем первый вал с вилочкой потом откручиваем болтику здесь выворачиваем вилочку и тоже шток вытаскиваем все вот этот вал шестерня наклоняем и вытаскиваем все дифференциал у нас освободился мы его достали ничего не разваливается все нормалек вот дифференциал зубе в отличнейшем состоянии сейчас мы заварим шестерни с сателлитами и сразу охладим чтобы не поплавилась вот это шестерня для скорости хотя она нам уже принципе не нужно показания все равно будет некорректный завариваем дифференциал заварен со всех четырех сторон здесь тоже все заварено собираем назад так все карабас отмыт и сразу обновили цвет будет чистенький надо заменить сальнички сейчас я заказал сальнички и новую прокладку наши магазинах нету попросил знакомого там где он живет там вроде есть коробка пока разобрана ждет сборки сейчас надо снять еще раздатку вот этой раздатки ревизию не делал вот ее надо снять это переходная плита жигулевского двигателя на окушенную коробку кто-то спросит почему не девяточная из-за компактности так сейчас я занимаюсь стрелою здесь просто зачистил здесь обварил вот эти две г-образные тяги где-то я рассказывал для чего именно г-образные они прямом положении снизу все это обварил добавил пластину потому что тяга когда тянет она тянет переднюю планку швеллера и нижнюю это не задействовано поэтому поставил сюда пластину тоже обварил также обварил боковые крепления все обварил чем можно было с этой стороны тоже с этой все это в принципе под зачистку готово здесь тоже готово где-то какие-то втулки были не проварены но сейчас я не вижу что-то где-то надо было еще проварить ну в общем карабас ждет прокладок здесь обварим потом лепестковым кругом зачистим сейчас я сниму раздатку все это снять внутри сразу все это у меня же прокрашена там нет вот с этой стороны не прокрашена с этой стороны прокрашена здесь это не до конца внутри я сразу все прокрашу еще разочек здесь грунтовку внутри есть но надо хорошенечко еще промазать потому что когда красить уже потом там доступ это надо снимать коробку раздатку двигатель мы это просто все прикроем и прокрасим раздатку снять для ревизии посмотреть что там как там что все целое было все хорошо чтобы было и надо переносить рулевую колонку на заднюю раму все коробка собрана вот так она выглядит вот так она выглядела теперь вот так выглядит крепление тоже брызнул черным цветом теперь надо разобрать ой раздатку разбирать не надо просто ее надо отмыть погнали все раздатку полностью отмыл эти грёбаные ячейки с них тяжело все это выгребать раздатка у нас чистенькая сейчас мы ее обновим так раздатка установлена состоит наши чистенькая красивенькая сейчас ставлю коробку естественно маховик я корзину потянул был три болтика так как я знал что буду коробку снимать пока она была снята я и докрутил остальные болтики так как здесь теперь заваренный сюда у меня граната не залазит из-за плиты сюда и не вставить поэтому с капролона я вытащил вот такую заглушку чтобы у нас масло не вытекала 35 я здесь сделал 36 что поплотнее такой бортик сейчас все это дело мы герметиком прямо обмажем по солидней и поставим нашу заглушку все заглушку установлена видно как герметик вышел излишки излишки ну так протрем все маслечка у нас вытекать теперь двигаем коробку дальше притягиваем все коробка подключена трос сцепления подключен педаль подключена все легко нажимается трос используем от какого-то переднеприводного ваза вместе с этим креплением с родным чтобы ничего самодельного не делать трос убрал новый купил поставил все с этой штучкой прям теперь по раздатке два рычага включение отключения моста и повышенное пониженное отключение пользоваться никто не будет пользоваться постоянно будет полный привод рычаг там и оставлю убирать не буду а вот этот рычаг я отрезал надо будет вывести это пониженное повышенное так вот сюда надо его сейчас приварить я сделал сейчас вот такое положение в таком положении приварить потом нейтраль и следующая передача и чтобы родной шарик сюда закручивался ну все на этом наверно сегодня я приварю вот такой рычаг такой формы получился устанавливаем все получается шар под узлом перелома ногам он ничего не мешает шарик еще над поставить нейтраль другая передача все все удобно все нормалек на этом я думаю видео будем заканчивать блок на предохранитель назад прикрутил рычаг вынес педаль доделана коробка перебрана тиф заварен привод установил сейчас кардан назад прикручу раздатка отрезервирована обновлена да надо втулочку стартер я там нет это уже мелочи такие которые отнимают тоже много времени кстати ну все народ на этом я думаю закончим вторым слоем я загрунтовал потом уже будем красить по задней части чем могу сказать двигатель запускать кпп рукоятку кпп надо сделать и на и на левую сторону надо как-то вывести рычаг на правую сторону рычаг кпп установить иншанасос цилиндры поворота рулевой дозатор не можно делать первый выезд ну ладно все на этом народ я думаю заканчиваем ждите следующей серии как говорится все всем удачи всем пока